Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана, и я начинаю свой обзор на видео Самвела Дамяна. Заброшенная психиатрическая больница. Я попал! Это да, ребята, что-то будет. Сейчас расскажу. Николай Сытник снимает Самвела Дамяна возле стен. Психиатрической больницы. Самвел говорит, сбылась мечта идиота, я хочу забраться в заброшенный дурдом. И Коля добавляет, ну и зря, весь забор в сетке, ты не сможешь залезть. Повис на острых пиках этого забора и говорит, я сижу на колу. Коля ему трендычит, слазь, слазь, ты не сможешь, слазь. Самвел говорит, ты меня уже бесишь, замолчи. Повис ни туды, ни сюды. Это какой-то бред сумасшедшего. Но Коля трендычит свое. Осторожно, осторожно сраку. Порвешь шорты. Да какой там шорт, ты? Как бы он сам себя бы не порвал на этом колу. Ой-ой-ой, ребята и девчата, что он вытворяет? Ну точно чокнутый. Сбылась мечта идиота называется. Ммм, какой кошмар. Коля идти за Самвелом отказывается. Понимает, что ему будет проблемно перелезть через забор. Но Самвелка говорит, Коля, пойдем со мной, мне страшно. Дай мне палку, я буду змея отгонять. Идет, тычет палкой кругом. Умоляет Коля. Коль, пожалуйста, пойдем со мной. Чуешь? Но Коля ушел в несознанку. Коль, ну мне страшно одному. Ты что, меня хочешь кинуть в дурдоме? Коля говорит, я потом не вылезу оттуда, не вылезу. Самвел, конечно, находчивый парень. Стал поучать его, как нужно залезать более правильным способом. Ставь ногу сюда, ставь вот сюда на решетку. И вот все, все ему легко и понятно. Как будто только что не висел на колу. Говорит, Коля, стой тут. Ха-ха-ха. Ой, Самвел идет палкой, тыкает в заросшее растение. Говорит, ребята, тут находится дурдом. Времен еще до-до-до, до первобытных. И эти колодцы ведут очень-очень-очень глубоко, аж до Днепра. Там кругом колодцы какие-то заброшенные. Несет эту палку и хочет отбиваться от змеи, если она будет на него нападать. Да, мало того, что само по себе здание такое неприятное. Он бы еще в заброшенный морг бы пошел. И он говорит, что ему плохо, но в нем борется что-то. Манит его. Ой, ребята, там далеко не чисто все в его энергетической ауре. Я вам так скажу. Самвел говорит, во мне борется. Вот эта трасть посмотреть, залезть. И страх, что вдруг змея выскочит. Или собаки. Или что-то еще страшней. А, ну вот то-то и оно. Он говорит, что тут был еще и морг. Тогда все понятно. Конечно, там знаете, какие привидения летают? Ой-ой-ой, мало не покажется. И вот оно его туда манит. Это дело серьезное. Потом закричал, что ты орешь, Коля? Сам мне гам и другому не дам. Еле как прошел, говорит, сюда. И смотрит по знакомой все лица. Коленька идет за ним. А як ты перелез? И тут уже сам был осмелел. Идет, рассказывает колясику, где тут что находится. Вот смотри, какие тут залы. Как он может знать, залы это или не залы? Сейчас мы туда-сюда пройдем. Уже все пошло дело. Там камней куча навалена. Вот среди них вполне могут быть и змеи. Сам был говорит, что там ночью слышали чей-то смех. И он стоит над тем, что может в любую минуту провалиться. Все зыбко и шатко и валко. Не знаю, как сам был, но Коля точно может провалиться под своим весом. А это шо? Увидели какое-то жилое здание, незаброшенное. Говорит, надо, чтобы нас не увидели. Коля заметил белку рыжую на дереве. И сам был тут же ее заснял на камеру. Ребята, ничего, что после такого гуляния по заброшенке сам был ночью может не только душить, но и приключиться в более страшные вещи. Нельзя с этим шутить, ребята. Нельзя. Потом все-таки зашли на первый этаж. Во многих местах почему-то не было пола. Были такие углубления ниже этажом. Но в одной комнате лежали переносные лестницы. Как-то все там странно было организовано в этом дурдоме. Ходят, значит, они ходят по старым туалетам, по палатам. И тут раздается какой-то ноющий виск. Ой, ребята, это страшно. Вот это я понимаю, забыла привидение. На их месте надо было оттуда текать как можно быстрее. Ноги в руки и бегом перепрыгивать через забор. Но они продолжали ходить. Земля могла там в любом месте обвалиться. Поэтому они шли очень осторожно. Ну и наконец-то они оттуда выбрались. Слава тебе, Господи! Коля повел Самвела показать, где он перелезал. И легким движением он перелез через забор. Потом Николай снимает Самвела. Самвел говорит, Коля, а как же я? У того никаких навыков лазания по забору нет. Полез, не может ни развернуться, ни повернуться. Но совершенно не получается у него лазить по заборам. Коля говорит, осторожно, штырь! На Самвела было просто страшно смотреть, что он вытворяет. На этом заборе. Такое впечатление, что в детстве ни разу по деревьям не лазил. Вот честное слово. Даже я помню, как я по деревьям прыгала по этим веткам. Легко и беззаботно, без страха и упрека. Но этот повис, висит задом к забору на пятках. Кошмар! Самвел, не позорься, короче говоря. Слезай с того забора, больше никогда туда не лазь. Да, Самвелу и Коле после такой прогулки, мягко говоря, может присниться какой-то страшный сон. На этом видео закончено. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих друзей, предоставивших мне фотографию своих питомцев. Дорогие друзья, любуйтесь на новых звезд Ютуба. Пишите свои впечатления о новых видео Самвелу Адамяна. А я с вами не прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»